здравствуйте друзья добрый вечер заканчивается неделя выходные заканчиваются и я хотел поговорить вот о чем значит назрели изменения в в том как мы на канале отвечаем на вопросы дело в том что тут сразу несколько вещей значит первое вопросы повторяются и конечно они может быть не один в один повторяются с минимальными совершенно вариациями и я буду пытаться может быть как-то так короткими сообщениями отвечать вместо того чтобы делать целые видео но но вообще надо сказать что у меня времени нет не безумно много чтобы там на все отвечать некоторые обижаются сегодня там человек был обиделся это как бы ваше личное дело обижаться или нет но но у меня нет так много времени чтобы вот такое колоссальное количество сообщений пропускать и делать видео на них и самое главное что я сам себя чувствую в каком-то очень странном положении потому что я повторяюсь и снова повторяюсь и опять повторяюсь вот тут буквально вчера позавчера девушка говорит я знаю вы отвечаете на все вопросы вот расскажите мне о работе массажистов сша вот я на украине там массажиста к массажисткой работаю но я делал про массажистов слава богу но ни одно видео поэтому что же я могу сказать но поищите на канале ну я так я никак не могу сделать видео честно это к это уже как бы совершенно невозможно я в некотором смысле рассчитываю на помощь старожилов нашего канала которые знают вот про видео то или про видео это то есть когда человек что-то такое спрашивает или там просит рассказать те кто знает про это видео чтобы дали ссылочку я вижу это происходит я очень признателен тем кто это делает вот но просто может быть как бы старожилы канала взяли бы на себя какую-то такую волонтерскую функцию в отношении тех кто задает вопросы которые можем много раз обсуждать то есть я как бы чувствую что снижается информационная ценность и за последние два дня что произошло значит я сделал так за десяток сюжетов наверное но не полтора но близко к тому пытаясь отвечать на вопросы и как бы сказать я буду я понял что чет не то делаю мало того как люди которые смотрят нас тоже поняли что что-то не то происходит потому что я хочу сказать что я за эти два дня там потерял не знаю там лишние там полсотни подписчиков которые просто отписались и я понимаю что когда люди подписываются они начинают получать там какие-то имейлы если человек за два дня получил там 15 имейлов наверно наверно он думает что-то я не то сделал я очень хорошо понимаю вот поэтому я тоже не хочу быть каким-то назойливым там и с какой-то ерундой людям голову морочить поэтому я не буду больше отвечать так иступленно на ваши вопросы а я буду гораздо более переборчивым вот если что-то такое кликает и я понимаю что есть хороший разговор такой интересный разговор не перепевы на как там сотый раз того что мы обсуждали вот я тогда буду отвечать мне мне тоже нужны темы хорошие кто тоже говорит но тут она и на раз такая мелочевка идет что просто вот этот товарищ который обиделся вон значит несколько раз там подкатывался с вопросом что вот как ему иммигрирует сша что он такой self-employed делает из кожи красивые бумажники там ну не только бумажники может быть еще что-то у него на год вперед заказов вот как ему иммигрировать этим я не обижаюсь на такие вопросы хоть чем не обижаться но вопрос вот понимаете да вот как мне ответить на такой вопрос вот что я должен сказать я заранее извиняюсь если я не это самое не в состоянии ответить но я не так и так получается значит у нас есть форум залив . орг на форуме есть раздел где задаются вопросы я много раз говорил но у меня основная порция вопросов поступает мимо форума люди пишут там в личку люди пишут еще куда-то но если ваш вопрос попал в обойму то есть на него будет ответ этот вопрос будет на форуме залив . орг там их сейчас штук шестьдесят или там пятьдесят девять я не знаю то есть можете представить что я десяток разгреб под за эти два дня их там около шестидесяти и если вы увидите свой вопрос там значит он просто стоит в очереди очередь не не является такой как бы первый там пошел последний ответили наоборот первый вошел первым ответили так такого нет чем больше вопрос место занимает тем медленней до него дойдет очередь в первую очередь независимо от момента когда вы что-то написали в первую очередь выйдут те вопросы которые я могу на ходу прочитать и и как бы ну чтобы не было так что вот видео там 20 минут из которых 12 или 15 я зачитываю этот вопрос я я правда надо беречь время дело не в том что беречь нет нет дело дело не беременней понимаешь когда у человека проблемой надо помочь это дело не то что ты время хочешь поберечь но если ты хочешь что это видео понимаешь значит тысячи несколько тысяч человек которые посмотрят это видео они должны будут там потратить там будет 10-15 минут чтобы услышать этот вопрос и я не знаю что делать поэтому я не говорю про мое время тоже но но с точки в мое время тоже дорого стоит но тут еще вопрос инструментальности вот я вышел из дома да сел в автомобиль с утра еду на работу я же не могу прийти на работу на 20 минут позже после я зачитывал вопрос если я буду этот вопрос переписывать да я могу сказать ну хорошо человек написал на 10 страницах вопрос давай-ка я его сокращу до пол страницы сам переформулирую я его осмыслю переживу сформулирую на полстраничке значит и вот пойду с этим вопросом но это я тогда что же должен делать у меня вообще что жизнь другой не остается значит все таки я хочу чтобы вы понимали что при том что вот мы мы делаем там свою сотню видео в месяц но может быть может быть не надо сотни делать может быть пол сотни достаточно будет я не знаю но все таки у меня есть действующий бизнес которым работает только постоянных сотрудников 10 человек я в этом бизнесе не только занимаюсь менеджментом но я в частности там каждому студенту который у нас есть я делаю резюме я веду половину всех уроков в онлайн-классе я веду в каждом живом классе я веду какое-то количество занятий то есть я вполне такой действующий человек да у меня работающий поэтому я я правда не могу по полчаса по часу на вопрос разбираться минимизировать и так далее поэтому проще если вы хотите чтобы ваш вопрос был отвечен значит первое пишите его на форуме раз пишет что такое что мы не разбирали по сто раз уже и что действительно является чем-то таким специфичным значит python с ruby мы больше в принципе не обсуждаем то есть если вы спрашиваете как на каком языке что-то делать это уже не ко мне но что мы сделаем для того чтобы вот эти вещи разрешить я я не то чтобы отказываюсь но просто я к что в формате видео вот таком мы не можем что мы сделаем у нас есть утром в субботу прямые трансляции утром в субботу это 10 утра по москве мы практически не пропускаем ни одного дня но если где-то пропустим значит пропустим и вот да я могу те вопросы которые есть побольше вопросы поменьше вопросы лучше поменьше потому что там тоже люди слушают их много значит каждый должен потратить много времени это не очень хорошо значит я могу эти вопросы потихонечку вот в этих субботних трансляциях разбирать при том что там действительно есть вопросы еще и кроме этого тоже поэтому вместо того чтобы делать там 10 видео на 10 вопросов ну значит будет одно видео там будет пять вопросов или восемь там я не знаю и даже десять мне мне не жалко я с удовольствием я могу даже делать такие трансляции и заранее объявить что там по минимуму будут отвечаться вопросы которые живьем в основном вот будут вот такие такие то вопросы может быть я могу давать эти вопросы по номерам того что есть на форуме вот на фу я скажу вопрос из форума значит номер там 35 28 64 73 и вот значит они будут отвечены заранее знаем о чем речь там можно приходить или не приходить вот вот мы так наверное сделаем мы вынесем это туда и те кто реально хочет значит вопрос задать и ответ получить мы это будем делать в таком формате который не терроризирует всех остальных людей на канале это мне также даст возможность какой-то более качественный контент вашему вниманию предлагать из того что происходит в жизни страны там и может быть кому-то про нас интересно значит про нас тоже вот и наверное так все что хотел сказать сказал свет да света говорит вроде сказал но если света говорит сказал значит сказал вот поэтому мы с вами значит прощаемся на сегодня без обид ребят я честно стараюсь то что могу делать тут мне товарищ который обиделся вышли там не уважаю людей там еще что-то обругал меня как-то не представить сколько писем поэтому ресурсы ограничено тоже понимать да это обругал меня я думаю чё ругаться-то ну как-то и не то чтобы он там заплатил допустим и я там ему не ответил я не знаю но странные люди бывают вот значит такая история счастливо